Оперативная группа УВД срочно на выезд в Волотовский район, по адресу Акса-1, дом 7, квартира 21. Кольцо обручальное, я вчера его сняла, у меня раздражение на руке. И два этих, двое пар сережек. Вот в этот момент, кто-нибудь был дверь подержать из мужиков, он выпрыгнул в окно или нет? Конечно, выпрыгнул. Выпрыгнул, да? С третьего, с четвертого прыгает. Вы не находите, да? Не находите? Вот так, а вот так. Не могу. Ну, с этим, да? Нет, да. Так, возраст примерно какой-то. Лет 22. Телосложение. Об этом прям не хочется вспоминать. Когда я пришла на работу, то было взломано три двери в операционной. Сейф лежал на полу взломом. В сейфе лежало шесть ампул промедола, димедрол, аналгин. Все это было похищено. Такое неприятное ощущение. Прям чувство за то, что наркоманы пролазят везде и всюду. Даже в стерильные условия, в операционную, не брезгую ничем. Водитель Макеев погиб на месте дорожного происшествия. Сидящие пассажиры скончались при доставлении в больницу. В бардачке данного автомобиля было при осмотре обнаружено наркотическое вещество. Таких дорожно-транспортных происшествий в течение пяти лет, еще чтобы было по несколько трупов, практики расследований дорожных происшествий еще у нас не было. Только что приехали из кладбища. Подъехали последние на машине, подъехали вот сюда. Около подъезда стояла машина скорой помощи, с которой вышел молодой человек в белом халате, представился врачом центральной клинической больницы. И сказал, что они по приказу изымают наркотики, дабы им не воспользовались наркоманы. Мы отдали наркотики, они уехали. Потом совершенно случайно, совершенно неожиданно был вызов в суд, и вот у следователя узнало, оказывается, что никакие это не врачи, что это просто студенты мединститута и, в общем-то, обыкновенные наркоманы. Которые выискивали раковых больных, по-варварски пользовались в бедственном положении. А пакет с наркотическим веществом откуда он? Пакет он вытащил из самого культа. В это время я отсутствовал. У меня милиционер попросил из машины папку принести. Ну почему ты подписал эти показания, где написано, что ты присутствовал, когда у меня изымалия из кармана нашу? Почему, скажи мне? Попытки поставить заслон этой опасной болезни начались не сегодня. Но давайте же посмотрим правде в глаза. До недавнего времени такой щит в нашем обществе поднимала одна лишь милиция. Тому есть объяснение. Наркоман социально опасен. Суд приговорил признать виновным по статье 202 части 3 Уголовного кодекса Казахской ССР и назначить ему по ней решение свободы с отбыванием наказания в исправительной трудовой колонии строгого режима. Как все-таки прочно для нас уже связаны эти понятия наркоман и преступник. А раз так, значит, надо таких в тюрьму, за решетку. Но в нравственном смысле нет ли здесь подтверждения собственного бессилия? Раз не можем вылечить, так избавимся. Перед вами то самое, ради чего наркоманы готовы на все. Изначально в наркотиках ведь не только беда. Там есть и особое милосердие. Там две стороны, как у каждого, сильного средства воздействия. Для самих наркоманов в таких ампулах, в листьях особой травы. Только гибель. Но жертвой ее станут лишь добровольцы. А дорога в такую ловушку обычно бывает совсем незаметной. Она может начаться в обычном дворе среди самых обычных мальчишек. В этом дворе живут ребята, которые стоят на учете, совершившие преступление со срочкой приговора. И в этом дворе очень много ребят, которые балуются или употребляют, или хотя бы пробовали по разу забить косяк и выкурить. Ну, так вышло на Олега. Если раньше он у нас только курил, то в последнее время стал замечать то, что он стал колодцем у нас. Откуда он брал эти лекарства, значит, он похитил у бабушки свои рецепты под печатью и покупал эти лекарства. Три дня назад мы его возили на свидетельствование, и врач дал заключение, что у него, значит, дорога на ногах, на руках, сколотый. Олег, конечно, сам это все отрицает. И вот это его употребление наркотических веществ привело к тому, что сейчас он стал хуже, он стал озлобреннее, какой-то нервный, дерзкий такой. Если с ним можно было раньше как-то поговорить и установить контакт, то в последнее время это практически не удается. Он все принимает в штыки. Поэтому мы решили, что для Олега сейчас самое целесообразное это определить его принудительно на лечении. И вот сейчас мать вынуждена обратиться к участковому врачу-наркологу, отвезти младшего брата на обследование. Потому что брат сам рассказывает, что Олег давал ему анашу с сахаром, на масле жарил. Ну и закономерность такая цепочка у нас получается, что Олегу сначала дали попробовать, потом Олег втянулся более-менее сам, а в последнее время он стал уже предлагать эти вещи дальше и девчонкам, и ребятам, и которые младше его во дворе. Так где же были родители, школа, товарищи? Я только начал курить, мама уже стала догадываться. Бабушка у меня врач. И она сразу уже, ну по мне видно было потом уже, и она сразу стала бить, как говорится, в колокола. Потом что было? Где-то я курил месяц ее, потом мама меня положила в больницу наркологическую. Сколько ты находился в наркологии? Полтора месяца. Как говорится, там не лечат так. Больше узнаешь там. Все. А ты лежал со взрослыми или со сверстниками? Я лежал со сверстниками. Я как лежал первый раз, я стал узнать больше, чем я знал. То я курил ее только, видел там, знал, как хотя бы, ну себе сделать, забить. А там я узнал, как и колется, и все. Задумайтесь. Больница не излечивает. Наоборот, становятся школы особого опыта. И сюда проникают наркотики. Ну чем я больше я начал курить, тем я больше и понимать начал. Это центр называется. Это гашиш? Да, сильнее. Нет, это гашиш он не назовешь. Есть вот санаши, вот такой, например. Сырой только, стирает ручник. Вот это гашиш. Ну а откуда же все это берется? Берется. Места, ну это в чу, места есть такие. Ну там сейчас в это, в чу, там борются, это очень страшно, там сейчас борются с этим. Даже местные уже увидят все. В основном ходят ночи и добираются ночью. Днем он прячется в лесополосах, там туда-сюда, а ночью пошел. Ну провез половину себе, половину. Привезет две сумки, сумка ему идет. Но он рискует, видите, как, его снаужают деньгами туда-сюда, и он едет. Таких с виду самых обычных долин в Казахстане десятки и сотни. Но только у этой одной сразу столько названий. Святая гора, Чукага, столица Гашиша. С 30-х годов утвердилась здесь полноправной хозяйкой особого качества конопля. Травка. В этот враг более живуч и опасен, чем нам кажется с первого взгляда. Вот послушайте, как о нем говорит ученый. Гербицидов, скашивания, выпалывания. Мы ничего пока сказать сейчас не можем. Я вам проще скажу. Вот в почве находится примерно 10 миллионов на гектаре растений, то есть семян. Представляете, какая масса, какая плотность. Вот для того, чтобы уничтожить это, нужен гербицид. Гербицид безопасный, гербицид избирательный. Только уничтожил коноплю. Такой гербицида нет. Практически вся перепашка, кроме стимулирования, кроме пользы для конопли, ничего не дает. Ведь где мы перепахали, конопля трехметровой становится. В Союзе нет такой гербицида. Главная проблема – это изыскать методы безопасности для нечленников экономики. Изыскать. У тех, кто связал свою жизнь с наркобизнесом, существует давно опробированный вариант. Нанимают гонцов. Расчет подлый и точный. Но походы гонцов все чаще заканчиваются задержанием. А кому же поступит каждый второй килограмм дурманящей травки? К нему – к сбытчику. Как на него выйти? Второй первому. Второй первому отвечает. Машина стоит, машина стоит. Пассажир ушел. Вот сейчас выходит. Видимо, груз взял. Загруженный. Господин, господин. Второй первому. Второй первому. Второй первому отвечает. Второй первому отвечает. Все, «Москвич» пошел. Да, старые номера. Пошел, пошел. Вашу скорую. Смотрите за ним. Смотрите, его задержите. Слышу вас. Машина «Москвич» задержана. Следуем в райотдел. Как понял, прием. Понял вас, понял вас. Держите руки, держите руки, чтобы не выбросили. Держите. Сейчас мы следуем за вами. Вас понял. Багажник. Капот загляни. А в салоне под сиденьем шарили? А у полу найденная в автомобиле, обошлась наркоману в добрую сотню рублей. А оперативным работникам стоило ни одного рабочего дня. На наших глазах обезврежена самая мерзкая из всех фигур, составляющая цепь добровольного рабства. Вы видите редкий случай. Разгромлена целая подпольная лаборатория. Настоящий цех по изготовлению наркотиков. А его хозяин сбытчик. И одновременно сам наркоман. Такое единство бывает нечасто. Куда чаще сбытчик, собственное здоровье весьма тщательно бережет. Зато питает цепочку. Поддерживает в ней постоянное и высокое напряжение. Вот сюда, вот сюда самое главное, посвятите. Пройдите сюда, быстренько. Вот, значит, вот целлофановый, значит, пакет. Вот в целлофановом пакете, вот он, кукнар. А вот она, значит, машина. А это что у нас такое? Ну, кустар, посвятите, понятые. Смотрите, значит. Ребят, сюда! Нашли, нашли! А, вот, значит, машина и вот еще обе. Это вполне достаточно. Мало взять сбытчика вместе с товаром. Очень важно теперь доказать намерение сбыта, распространение, определить тип наркотика. Современная техника тут для сбытчика шансов не оставляет. Вот и все. Доказано быстро и точно. И заняться. Принудительное лечение. Здесь, пожалуй, важнее успехов врачей, хоть и временный, но успех социальный. Любой наркоман приобщает как минимум трех человек к рабской жизни. Но вот он за решеткой, и кто-то уже с ним не встретится. От скуки, от вот этой, от тоски, от безделья предложил парень один. Давай уколице. Я укололся. Это у человека, я не знаю, что бы я с ним сделал. Это он мне на всю жизнь болезнь мне страшнее не бывает у человека. Что он сделал со мной, этот человек. Я сам добровольно. Три раза ложился на лечение. Неужели нет у нас лекарств таких не могут? Я сам добровольно. Три раза. И почему не могут вылезти? У меня не хватает силы воли у самого. Есть же сколько прекрасных жизней, я не видел, все мимо проходит. Я даже не обращаю внимания. Хорошая погода на улице, нехорошая. У меня все зависит от того, уколол я или нет. Просит, молит спасти, излечить. А ведь сам говорит, что уже пытались это сделать. Наркомания не воспаление легких. Ее только лекарствами пока вылечить невозможно. Что же делать с той тягой, которая попросту не дает человеку жить так, как живет подавляющее большинство? Мы пока плохо знаем это тяжелое явление. Но стремимся понять его. Общество снова идет навстречу больному, когда, одолев страх и стыд, он согласен лечиться сознательно, добровольно. При упорном и долгом лечении могут быть положительные результаты. Пусть не часто встречаются пока те, кому удается порвать и вернуться в наш мир. Но они есть. И в каждом таком примере росток нашей общей надежды. Все надо попробовать в жизни. Попробовала. Попробовала, не понравилось сначала. Потом я через два опять попала в эту компанию. Опять попробовала. Потом уже появилась действительно какая-то тяга к этому. Ну и уже начали ходить именно для того, чтобы только покурить. Потом у меня появился друг. Он был, конечно, старше мне намного, на 13 лет был старше мне. Ну, он мне начал предлагать, что, мол, задавай, мол, лучше я, мол, тебя уколю. Уколол. Попробовала. Ну, конечно, это больше понравилось. Ну, пошло так вот, не знаю, как-то саму по себе. Ну, в принципе-то, занятия я не бросала никогда. Я училась, занималась, помимо этого, иконным спортом и всем остальным. Но, тем не менее, я всегда ходила в эту компанию. Всегда мне чего-то не хватало. Ну, и уже на третьем курсе, когда я была, тогда я уже действительно плотно села. Я сидела на ягле полгода. Бывало такое, что два-три раза в день кололись. Баснословные цены там загибали за все это, ну, платили. Аптеки обкрадывали. Доходило до того, что, ну, вот у нас молодую девчушку убили за то, чтобы она никому ничего не отказала. Когда мои родители узнали об этом, папа, конечно, сразу приехал в Одессу. Ну, с института сообщили, в принципе, ему. Он приехал, забрал меня с института. Сказал, все, хватит. Приехал, привез меня домой. Две недели я сидела дома. Вообще не выходила никуда. Я и плакала, я и кричала, я головой об стенку била. Что я только не делала там. Мне жить не хотелось. Я думала, что если вот я не уколюсь, ну, не сегодня, вот, ну, если завтра там не уколюсь, то все уже. Мне казалось, что все, я, ну, кончусь я уже не могла. Папа мне очень помог, папа, что вот он мне в то время именно, он меня никуда не выпустил, ничего, вот он придержал меня, все. Потом появилась дочка уже. Муж вообще у меня, он, ну, не пьет ничего, он главный инженер у меня. Конечно, мне, ну, не то, что там страшно, что вот у меня вот такая вот жизнь такая была. Нет, мне не страшно. Ну, с другой стороны, просто неприятно, что вот все-таки это было все, со мной было, именно со мной. Я сейчас так с ужасом думаю, что все-таки, не дай бог, когда-то моя Алина, моя дочь, может заняться этим делом. Я, не знаю, я прям не могу себе представить этого. В основном виноваты здесь абы. Я вам прям в глаза говорю. Вот, при всех. Вот эту иглу вот эту больше я узнал только из-за вас. В больницу как бы. А теперь, как я буду в Карелии, я не знаю, там вылечусь. Здоровье, полздоровья потеряю. Да я лучше повешусь на то, и все. А жить я не буду в Карелии, я вам говорю. А бросить это только зависит от меня, понятно? Память плохая стала. Свой таджиевский родной язык. Там земляки разговаривают, а ну, что ты говоришь, что ты говоришь. Ну, кому я нужен, если я в такой жизни, допустим? Какая женщина путевая будет со мной жить? Наркоман не должен, не имеет права избрать смерть в рассрочку. И когда он бессилен бороться, мы должны протянуть к нему тысячи рук. Ведь на то мы и люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok